Доброго вечера, мы из Украины. Всем привет, вы на канале Сергея Гончаренко. И сегодня мы в очередной раз продолжаем серию видеороликов по подбору зарядного устройства для смартфонов концерна BBK, то бишь Realme, OnePlus, Vivo и Oppo. Если вы смотрите мою серию видеороликов первый раз по поводу зарядных устройств, то, возможно, вы не в курсе всех событий и не знаете, что подобрать нормальные, хорошее, качественное зарядное устройство для смартфонов этого бренда довольно-таки тяжело. И мало того, что тяжело, еще и не дешево, если есть такая возможность. Так вот, вот перед вами вот это вот все зарядные устройства, которые я покупал, и это даже еще не все, я покупал комплекты, зарядные устройства для смартфона Realme и OnePlus на данный момент, Realme GT Neo 2, первый смартфон и второй OnePlus 9R. Так вот, ни одно из вот этих вот зарядных устройств, которые очень схожи на оригинальные, но по сути они не оригинальные, не смогли обеспечить хотя бы примерно такую же работу, как оригинальный блок зарядного устройства. Ну а вот я напомню, что оригинальный блок зарядного устройства выглядит у Realme вот так, супер, Dart Charge. Ну и мало того, что есть вот полный аналог как по внешним признакам, так и по весу, и в целом очень-очень схожи, просто разные надписи. И он абсолютно-абсолютно не такой. Так вот, в лучшем случае, что из этих зарядных устройств можно было получить, это мощность порядка 16-18 ватт. Ну и, соответственно, смартфон тогда заряжается дольше. С оригинальным зарядным устройством он заряжается с 0 до 100% порядка 40 минут, а вот с такими вот зарядными устройствами порядка 1 часа 40 минут. То есть разница есть, чувствуете, да? В прошлом видеоролике я показывал, что заказал вот такое вот зарядное устройство в комплекте с кабелем, и, как показала практика, это реально оригинальное зарядное устройство, которое соответствует всем заявленным характеристикам, и полностью может заменить вот такое вот комплектное зарядное устройство. То бишь это полноценный оригинальный блок, оригинальный комплект кабель плюс блок. Но если уж мы нашли уже нормальный оригинальный блок, то я заказал все-таки два разных варианта, и они будут отличаться. Этот мы пока убираем в сторонку, и имеем в виду то, что он нормальный, адекватный, хорошо работает так же, как и оригинал. Ну, а вот второй вариант. В чем суть второго варианта? В том, что это практически такое же зарядное устройство, но отличается тем, что оно выполнено по ГАН-технологии. Если не знаете, что такое ГАН, можете посмотреть мои предыдущие видеоролики на первом, например, канале, или на втором, где я рассказывал о вот таких вот компактных и мощных зарядных устройствах на 65 Вт, на 50 Вт, на 100 Вт, на 120 Вт от разных брендов. Да, и, кстати, я не сказал, что, например, те же самые Bezos, Green, Top, Cool, Rock и прочие бренды не поддерживают стандартов быстрой зарядки, которые поддерживают смартфоны концерна BBK. Топиш, топиш. Получается, нужно, чтобы была поддержка SuperVOOC. Здесь, кстати, есть поддержка SuperVOOC и мощность, соответственно, 65 Вт. Итак, зарядное устройство поставляется вот в такой вот упаковке. Здесь же обозначение Oppo Brand, технология ГАН, максимальная мощность 65 Вт. И на тыльной части мы можем увидеть краткие технические характеристики. Поддержка SuperVOOC 2.0, ГАН-технология. В принципе, видим, что здесь большинство информации на китайском указано. Ну и самое основное, то, что нужно нам, это то, что здесь поддерживается, смотрите, протоколы стандартные, которые нужны для смартфонов Realme, OnePlus, ну и в целом всего BBK концерна. Это стандарт 5 Вольт 3 Ампер, ну и самое главное, это 10 Вольт 6,5 Ампер, то бишь 65 Ватт максимум. И дальше, это зарядное устройство поддерживает протоколы зарядки Power Delivery. Поддерживается 5 Вольт 3 Ампера, 9 Вольт 3 Ампера, 12 Вольт 3 Ампера и 15 Вольт 3 Ампера. И стандарты PPS, вот смотрите, здесь также есть варианты, здесь 55 Ватт максимум. Соответственно, что это более универсальное зарядное устройство. Ну, мы сейчас посмотрим, если это зарядное устройство будет хорошо заряжать смартфоны BBK концерна, то мы проверим еще и на других смартфонах, возможно, кстати, полностью, как вы видите, запечатано, запаковано. То вполне вероятно, что таким зарядным устройством можно будет заряжать и другие смартфоны от других брендов и производителей. Зачастую там, где поддерживаются протоколы Power Delivery, например, на тех же самых айфонах можно будет использовать такие блоки зарядного устройства. Итак, поставляются внутри, внутри мы находим сам блок зарядного устройства. Все это с китайской вилкой. Производитель, точнее продавец старательно положил вот такие вот адаптеры. И вот сам блок зарядного устройства. Он полностью в пленке. Здесь же есть написано и нарисовано указанная технология SuperVOOC. Здесь же мы видим все основные характеристики, которые мы уже увидели на коробке, на упаковке. Ну и вверху Type-C порт. Да, соответственно, если оригинальное зарядное устройство имеет Type-A порт и поддерживает 65 Вт, здесь Type-C порт и поддержка 65 Вт. Ну и смотрим дальше. И дальше мы находим вот такой вот также оригинальный кабель. Из дополнительных опознавательных знаков есть обозначение, что поддерживается этот кабель 6, поддерживает пропускную способность 6,5 Ампер. Вот и обозначение E или I. Что означает это, я сказать не могу, а здесь 6,5 Вт. Возможно, это оно и обозначает какая-то собственная маркировка. Итак, давайте все-таки... Кстати, в комплекте есть еще инструкция, она также на китайском языке. И это не просто инструкция, это еще и гарантийный талон. Ну и прежде всего, давайте проверим на смартфонах OnePlus и Realme. Итак, подключаем первым сейчас OnePlus. Как бы это, чтобы более удобно было. Смотрим. Зарядка пошла, Warp Charge и быстрый набор процентов пошел. Но что покажет нам тестер? А тестер показывает 9,5 Вольт, 5,42 Ампер, 51 Ватт. То есть, это вполне нормальное и адекватное значение для зарядки этого же смартфона. Соответственно, что? Можно сделать вывод. Ну, как минимум, пока все соответствует заявленным характеристикам. Далее подключаем смартфон Realme. Итак, зарядка пошла. SuperDart включился. И смотрим на тестер. И на тестере мы видим снова те же самые 50 Ватт. Что, опять-таки, соответствует заявленным характеристикам. Сейчас мы быстро проверили потребляемую мощность. Ну, а теперь, наверное, стоит проверить еще и скорость заряда. И, опять-таки, начнем с смартфона OnePlus. Снова подключаем OnePlus. Видим, что процент заряда составляет 26. Как раз самое начало 26%. Устанавливаем таймер. Таймер установим, наверное, хотя бы на 5 минут, чтобы быстро можно было это все протестировать. И я прекрасно знаю, что за 5 минут смартфон OnePlus 9R с помощью оригинального блока зарядного устройства заряжается 22, 23, 24%. Было 26%. Вернемся через 5 минут. Тем временем прошло 5 минут. И давайте посмотрим, насколько заряжен смартфон. Итак, на сейчас, спустя 5 минут, смартфон заряжен на 46%. Было 26%, 47%. Было 26%. И, соответственно, мы получили 20-21%. Это немного меньше, чем оригинальное зарядное устройство. Меньше на 1-2%. Возможно, это статистическая погрешность. Поэтому давайте еще проверим на смартфоне Realme GT Neo 2. Подключаем к Realme GT Neo 2 зарядное устройство. Смотрим, чтобы зарядка пошла. Обязательно включилась быстрая зарядка. SuperDart Charge включился. И вводные значения 35% на старте. И на втором смартфоне 5 минут завершились. Смотрим на процент заряда. Процент заряда составляет 57%. 35% было. Получается, что 22%. Ну, это также практически, как оригинальное зарядное устройство. Меньше на 1-2%. Соответственно, можно сделать вывод, что на практически такую же мощность может выдавать зарядное устройство с этими смартфонами. Может, оно и может 65 Вт, например, выдавать максимальную мощность, как и заявлено. Но при работе с смартфонами, ну, буквально на 1-2% медленнее заряжать, нежели вот такое вот оригинальное зарядное устройство. Возможно, это и статистическая погрешность. Возможно, я в дальнейшем тесты все-таки продолжу. Или, может быть, какой-то опыт использования запишу по этому зарядному устройству. А возможно, просто-напросто в комментариях дополню этот видеоролик. Или же просто в описании. Но пока вижу, что это зарядное устройство практически полностью может заменить оригинальное комплектное зарядное устройство. И теперь еще стоит, наверное, проверить, как это зарядное устройство будет работать с другими смартфонами. Ну, давайте посмотрим на примере Pixel. Pixel 3 у меня сейчас на руках. Посмотрим, что будет писать. Будет ли писать быстрая зарядка. Да, здесь быстрая зарядка. Но максимальная мощность быстрой зарядки порядка 18 Вт. Что же мы увидим на тестере? На тестере мы видим мощность 15, 16, 17, иногда и 18 Вт. То бишь, для тех же самых Google Pixel это зарядное устройство также подходит. Теперь еще осталось посмотреть, как это зарядное устройство будет работать с смартфонами Xiaomi и Poco. Какая максимальная мощность будет при зарядке. Так, смотрим. Зарядка пошла. Быстрая зарядка также включилась. Ну, и теперь на тестер. Ну, и на тестере мы видим примерно те же 17, 18, смотрите, 20 Вт. Что уже даже таки неплохо. Потому что 20 Вт не каждое зарядное устройство может работать, например, с этим смартфоном. А смартфон может потреблять максимум 30 или 33 Вт. То, по сути, здесь также неплохой вариант. Ну, и также стоит обратить внимание на уровень пульсации напряжения. Если сделать паузу, то мы увидим пульсацию напряжения 77 мВт, 77, 84, 77, 75, 74. То бишь, 84 это был максимальный уровень пульсации при напряжении практически 9 Вт. А я напомню, что пульсация выше, точнее, не выше 200 мВт считается нормальным. Здесь 80 всего, навсего 84. Или же не выше 2% номинального напряжения. То бишь, номинальное напряжение практически 9 Вт. Соответственно, это как раз и есть 1% от номинального напряжения. То есть, по всем параметрам данное зарядное устройство соответствует нормам пульсации напряжения. Пульсации напряжения здесь невысокие. То бишь, данное зарядное устройство можно использовать без проблем. Я решил вернуться с опытом использования данного зарядного устройства. Плюс ко всему хочу показать, что это зарядное устройство еще хорошо подойдет и для зарядки Apple iPhone'ов, которые поддерживают быструю зарядку. Вот сейчас для примера показываю, что я подключаю по Type-C и Lightning кабелю. И давайте посмотрим на показания тестера. И на тестере вы увидите, что здесь включается быстрая зарядка. Если бы здесь не было быстрой зарядки, то мощность максимально употребляемая была бы 10, ну максимум 12 Вт. Сейчас 14, но это только из-за того, что смартфон заряжен примерно на 50%. Когда он был разряжен до 10-20%, максимальная мощность на iPhone 11 достигала до 19-20 Вт. И это вполне логично, так как данное зарядное устройство, мы помним, помимо поддержки быстрой зарядки по технологии SuperVOOC 10 Вольт 6,5 Ампер, это 65 Ватт, поддерживается еще и Power Delivery до 55 Ватт. Может быть даже, если посмотреть по этим параметрам, может быть даже немножко и больше. Что очень хорошо. Соответственно, какие выводы можно сделать, что данное зарядное устройство, это универсальное зарядное устройство, которое хорошо будет подходить для большинства смартфонов. Помимо того, что это зарядное устройство подходит для смартфонов концерна BBK, оно еще подходит и для ряда других смартфонов, поддерживающих быструю зарядку и протоколы Power Delivery 3.0. И, например, те же самые Xiaomi могут заряжаться с мощностью до 20 Ватт, это то, что я видел на практике. Также могут хорошо заряжаться такие смартфоны, как, например, Google Pixel с быстрой зарядкой, я уже пробовал, проверял. Самсунги, которые поддерживают Power Delivery технологию. Ну и некоторые другие устройства также будут поддерживать быструю зарядку. Соответственно, что если сравнивать данное зарядное устройство с оригинальным зарядным устройством, то преимущественно я бы сделал выбор в сторону вот этого вот зарядного устройства. Почему? Потому что оно более универсально подходит для большего спектра смартфонов и других устройств. Например, тот же самый Power Bank от Bezos я также могу заряжать быстрой зарядкой, мощностью до 20 Ватт, примерно 18-19 Ватт с помощью вот этого вот зарядного устройства. А с помощью оригинального такого вот зарядного устройства, то зачастую устройства, которые не поддерживают SuperVOOC, SuperDash, Warp и прочие технологии от BBK, заряжаются, ну, в лучшем случае это 18 Ватт. А зачастую бывает так, что это около 10 Ватт, 5 Вольт, 2 Ампера, может быть даже и меньше. Вот из-за этого лучше взять, наверное, вот такое вот зарядное устройство, которое будет более универсальным. Но если говорить по поводу скорости заряда, я также тестировал на Realme GT Neo 2 и на OnePlus 9R. Соответственно, успел им попользоваться, зарядным устройством сейчас делаю выводы. По итогу я скажу, что по времени зарядки 1-2 минуты, то есть это примерная погрешность между этими зарядными устройствами. Какое-то зарядное устройство начинает быстрее заряжать с самого начала и медленнее позже, какое-то в обратном порядке, наоборот, медленнее заряжает на старте и немножко быстрее добивает уже до 100%. Соответственно, разница в 1-2% или в 1-2 минуты между этими зарядными устройствами можно считать как статистическую погрешность. Причем нет определенных значений в какую-то одну сторону, под это зарядное устройство или под это. В итоге я делаю вывод, что себе оставляю вот такое вот зарядное устройство и буду пользоваться им уже на постоянной основе для всех смартфонов и устройств, которые у меня есть. Ну а то, что не будет подходить под эти критерии, под эти категории, то у меня есть, ну например, такого вот плана от Bezos, зарядное устройство, поддерживающее множество также протоколов, множество разных портов и с довольно-таки неплохой мощностью. Все ссылки на вот это вот зарядное устройство, также напомню, что на прошлом видеоролике у меня было вот такое вот зарядное устройство, это также полный аналог вот этого вот оригинального зарядного устройства. Оно также полностью соответствует всем заявленным характеристикам, полностью может заменить оригинальный блок, то есть это идентичное зарядное устройство оригинальному зарядному устройству. Так вот, все ссылки на это зарядное устройство и на это я оставлю в описании под этим видеороликом. Цена у них практически идентична, отличается буквально в несколько долларов. Дальше выводы и выбор делайте сами. Оба зарядных устройства довольно-таки неплохие, полностью соответствуют заявленным характеристикам, поддерживаются все протоколы, которые и заявлены, но в этом случае мне подходит больше вот такое зарядное устройство. По данному видеоролику у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый-второй канал, на телеграм-канал и чат взаимопомощи. Ну, во-первых, там много интересной и полезной информации, во-вторых, в чате решаются разные проблемы, люди общаются друг с другом, отвечают на интересующие вас вопросы. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомым, близким, ведь многим такое видео может быть интересно и полезно, так как зарядные устройства для BBK и концерна BBK OPPO Realme Vivo и OnePlus подобрать достаточно-таки тяжело. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!